Президент Турции Реджеп Таип Ардаган пригрозил открыть границы своей страны с ЕС для нелегальных мигрантов. Сделать такие заявления главу Турецкой Республики заставило решение Европарламента. Он, напомню, принял резолюцию, которая рекомендует Брюсселю приостановить переговоры о вступлении Анкары в Европейский Союз. Хотя совсем недавно звучали громкие обещания. Подробности у нашего европейского корреспондента Аси Емельяновой. Ночной пожар на Лесбосе начался случайно. Взорвался газовый баллон, пришла полиция с проверкой. Но потушить ситуацию уже было невозможно. Нашли раненых, погибших, женщину с маленьким ребенком. Встречая военных, мигранты начали поджигать свои собственные палатки и забрасывать патруль камнями. Они нас за людей не считают, обращаются как с животными. Вы говорите Европа, а где права человека в Европе? Вы говорите ООН, но здесь нет ничего ни свободы, ни демократии. Также горячо. Этой ночью было и в болгарском лагере Харманли, где провалилась попытка назначить карантин. Требуя открыть ворота, беженцы устроили погромы, нападали на охрану. Переговоры с мигрантами шли на самом высоком уровне. Здесь полно народу. В основном, что называется, экономические мигранты из Афганистана и Пакистана. От 15 до 30 лет. Они ходят группами, ничего не делают, игнорируют любые правила и законы. Сказать, что они беспокоят местных жителей, это ничего не сказать. Все просто в ужасе. Только эти два лагеря, Лесбос и Харманли, это 5000 человек. Для Италии, которая каждый день вылавливает в море по несколько лодок, эти 5000 вообще дневная норма. До вчерашнего заседания Европа очень надеялась, что как минимум половина приплывших и дошедших будет депортирована в Турцию. Но президент Эрдоган сегодня предложил внимательно на него посмотреть и задаться вопросом, похож ли он на человека, который будет угрожать впустую. Никаких мигрантов Турция обратно не возьмет. Воле того, откроет ворота для всех желающих. Раз переговоры по вступлению в ЕС Брюссель заморозил, значит и все остальные договоренности силы больше не имеют. Когда на границе Турции и Болгарии оказалось 50 тысяч мигрантов, то все взвыли, что мы будем делать, если Турция откроет границу. Послушайте, если дальше так будет продолжаться, то границу действительно открою. Имейте это в виду, я слов на ветер не бросаю. Заморозка соглашения это прежде всего реакция Европы на возвращение смертной казни и ареста участников июльского переворота. Впрочем, Эрдоган предложил Брюсселю больше волноваться по другому поводу. По предварительным данным, попасть в Европу мечтают 3 миллиона беженцев. Эрдоган точно не из тех, кто шутит. Странно, что вообще предупредил, мог бы сразу открыть ворота. Впрочем, это может случиться даже завтра. Вряд ли Европа передумает. Ася Емельянова, Иван Малышев, Вести, Европейское бюро.